В общем, сейчас я расскажу, что произошло утром сегодня. Буквально пару часов назад Танк стоял вот здесь, на этом месте Меня попросили перегнать его в часть В том направлении вниз. Это Комброд В окрестностях Луганска Я вывел танк на дар Завел его Запустил, вывел Поехал вперед чуточку Ну и сразу не стал разворачиваться на полную А так чуточку довернул Как-то это получилось И пошел, пошел, пошел вперед И в этот момент оказалось, что Мои навыки вождения недостаточно Для того, чтобы хотя бы остановить во время танк А рулей не слышался Я ожидал, что по ходу довернул А довернуть не получилось Возможно, танк поврежден, скорее всего, я уверен в этом И танк пошел, 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 пошел сюда Я сидел в люке На месте механика водителя Естественно Люк у меня был открыт Я даже не надел шлемофон Зачем мне шлемофон в самом деле Я в экстремальной ситуации какой-то И мы приехали Это конструкция здания Спинобетона Ну вот представьте себе мое ощущение Когда я вижу это вот Когда Вот это вот задето стволом Танковой пушки Вот эта вся конструкция Ну в общем, пару часов назад я видел это Где-то вот из такого положения И она все ходила ходуном И шаталась Вот так это выглядит изнутри Слава Богу, это не бетон Это армированный пенобетон Пули прошивают его насквозь Я чуть позже покажу Где и как они его прошивают У меня где-то уже есть небольшой ролик об этом Небольшой сюжет Вот такие дела В общем, двигатель работает Танк вперед на первой скорости вперед Пытается сломать вот эту конструкцию И он ее уже почти сломал Ну тут я как-то наконец-то додумался Дернуть Выжать сцепление И поставить рычаг на Задний ход И так Не снижает На том же тоне двигателя Попер, 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 попер назад Вот Тем же ходом Вылез И остановился Перегородив при этом большую часть дороги Так что проезд был очень неудобен Ну у меня ручки дрожат Что-то мне как-то все это стремно Я уже успел честно говоря попрощаться с жизнью Когда наблюдал эту конструкцию Которая должна была свалиться на меня Прямо в люк На самом деле я потом посмотрел Люк не такой уж и большой И крупные куски бы туда не провалились А мелкими меня Вряд ли бы зашил бы насмерть Ну вот В общем танк стоял Вот прямо здесь Серьезно перегородив дорогу Вот тут вот Так Вот так кто-то стреляет Прячусь-ка я нафиг А Это град наш стреляет А может не наш Снаряды рядом не рвутся Хорошо так отработал град похоже Вот Вот с того направления Слышны взрывы Возможно это обстреливает блокпост на дороге Там дальше Вот Ну все чем мне удалось добиться Это запустить танк Дать ему А Потом я сидел себе там на травке Успокоился Позавтракал Немножечко собрал мозги в кучу Вот И тут Ко мне пристали ребята Что ж ты поставил танк посреди дороги Не умеешь не берись Ну а мне Мангуст в общем-то сказал Что Давай попробуй хотя бы перегнать его в часть Потому что тут танк на дороге По ломаному танку Которого нифига не работает Вертикальная наводка пушки Я продолжаю тот же рассказ про Сюжет про танк Я пособирал боевые патроны Которые остались Выспались здесь Из разбитого магазина Здесь вот есть один патрон такой Который Выбило кап... Ну Вот Сработала Выжигся капсуль Сам патрон Вот целый Некоторые патроны там разорвались Не знаю Чтоб кто что-то не подумал Я хочу сказать Что я вчера в этом бою не участвовал А вчера Сидел с козырка на крыше В другом месте Вчера этот танк попал под обстрел Был убит командир танка Рядом разорвался град Снаряд не то из грады, не то из ГС Ему оторвало голову Возможно это его кепка Сегодня утром Меня попросили перегнать танк в часть Я куда-то пытался учиться Водить танк несколько дней назад буквально Водить я не очень-то хорошо умею Вот шлемофон Вот тоже остатки шлемофона Поэтому пришлось немножечко покататься по окрестностям В режиме Как будто так помягче выразиться Не очень здоровых приколов Внутри танк практически полностью целый Я ожидал что он будет залит кровью Но нет почти ничего Мои утренние покатушки на танке закончились достаточно сильным шоком и для меня Поэтому мне до сих пор немножечко дрожат руки Я удивлен насколько легко прошита Какими-то осколками Динамическая защита Взрывчатки в ней конечно же нет никакой Вчера спросил у комбата как же так Почему у наших танкистов нет взрывчатки в динамической защите И они говорили что ее не было Он мне ответил что они просто не захотели тратить время на то чтобы ее туда вставить Я задаюсь вопросом какой же танкист в драуметре из-за памяти откажется вставить дополнительную защиту в свою машину Ну Оказывается